здравствуйте сегодня хотелось бы посмотреть и осветить такую проблему как рельефная плитка и установка ванны в группу в отделку обратился парень дмитрий со следующим вопросом нужен совет попросили меня заделать шов между стеной и ванной плитка рельефная мастера тупо прислонили ванну к стене и свалили если людей дмитрий по всей видимости был вызван людьми чья ванна в кадре как раз устранить скажем так дефекты за предыдущими мастерами и задача на самом деле здесь не простая давайте вам сейчас покажу так берем увеличенное уже место и рассматриваем фотографию этой самой ванны мы видим что ванна не примыкает вплотную к плитке она просто как и написано приставлена размер между стенами от этой стены и от стены которую мы сейчас не видим противоположная выбран тоже неверно метод монтажа неправильный и вот заказчики которые вызывали мастеров на ремонт этой ванны они на самом деле очень сильно ошиблись потому что работа с рельефной плиткой и с такими ваннами предполагает наличие мозга у мастеров ну и желательно еще у заказчиков чтобы сделать именно правильный выбор подрядчика чтобы потом не думать как же все-таки сделать красиво теперь почему потому что вот сюда будет литься вода по любому здесь она тоже будет литься и заделать какими-то силиконами вот здесь вот можно а здесь уже ничего нельзя просто наложить сюда какую-то плитку какие-то не знаю небывалые материалы тоже красиво не получится изначально давайте посмотрим выбрана плитка красивая смеситель давайте посмотрим и тумбочка то есть больше все под классику и здесь тоже вот я не знаю почему заказчики некоторые выбирают красивый интерьер там дорогую плитку но нанимают мастеров которым которые сваливают как там сказано и вот так вот делают давайте посмотрим как решалась или решают ребята эту задачу в итоге идут предложения силикон силикон штроба там что то еще я выкладываю свой комментарий где у нас такая же плитка была применена еще несколько лет назад давайте посмотрим что у нас вот наша ванна здесь нет был совершенно иной именно правильный выбран при работе с такой плиткой и установки ванны в наличии мы имеем чугунную ванну это по-моему якобы далафон у нас тогда был и ванна именно врезана в стены а плитка уже опустившись на нее и поэтому вот в этой области мы не имеем каких-то зазоров халаты у нас туда не залазит и щелей там тоже нет давайте посмотрим немножко на другой ракурс и еще раз так ванна я вот не помню размер ее по-моему здесь 160 ванна сам сама ванна 160 а расстояние между стенами уже меньше то есть не 160 здесь уже будет где-то 155 сантиметров между стенами для чего для того чтобы как раз вот эти примыкания были правильные чтобы не было нигде вот этих щелей куда польется вода так и теперь давайте перейдем все-таки в сам альбом готовы этой ванны она как я сказал сделан несколько лет назад и попробуем посмотреть что-нибудь на увеличение вот ну как я и сказал здесь это все мы видим что примыкание здесь уже намного аккуратнее да якобы далафон судя по этой длинной надписи вот давайте посмотрим мастер когда работает он врезает туда то есть ванна заходит допустим с одного края на два сантиметра с другого края на два сантиметра и здесь на два сантиметра на самом деле не принципиально 23 главным делом чтобы была соблюдена красота и герметичность так идем дальше в итоге мастер работает вот этот ряд подрезает снизу либо подрезает зависимости от раскладки вот это еще плитки то есть которая здесь надо это это еще учитывать здесь вот давайте посмотрим видите здесь несовпадение идет рисунка здесь как раз и стоял тогда вопрос у нас здесь вообще получается мастер знаете даже где он получается так вот углом врезал что ли получается ее до плитку вырезал углом получается вот здесь вот именно этот подход 구� look вот здесь для мастеров стоит задача то есть что сохранить либо третий SUN да либо вот этот рисунок сохранить то есть но как сохранить, чтобы совпали. Вот здесь вот идет небольшое несовпадение. Почему? Потому что вот эти все ромбы это достаточно проблематичная тема. То есть здесь либо чтобы совпадение ромбов было, здесь должна была быть другая плитка идти. Но тогда бы она пошла, вот здесь вот не совпало. То есть планирование вообще, планирование с такой плиткой достаточно проблематично. Вот здесь вот видите, совпадение есть. И здесь совпадение есть. А вот в этих уже местах сложнее, потому что размер вот этой вот плитки, не совпадет с размером по раскладке чтобы вот здесь примыкание было так же октам здесь такое не получится так давайте посмотрим еще вообще на правильный метод монтажа где бы нам еще взять давайте посмотрим на раковину вот здесь тоже подобная проблема может быть что вода туда может заливаться какие методы уже здесь раковину естественно уже не врезать но мы применяем в данных ситуациях уже прозрачный силикон почему прозрачный а не белый тоже объясню белый силикон он и желтеет и он начинает как бы контуры фигуры вот именно ванны а не ванны а раковины размывать то есть они не получаются четкие они получаются немножко некрасивые тем более когда вот это вот у вас рельефность если же использовать прозрачный силикон то геометрия раковины остается так же остается и геометрия плитки а шов получается он такой полупрозрачный немножко в тени и его даже как-то как сказать то есть он визуально не портит картины вот но одновременно он уже герметизирует соответственно все это проблемные все эти места так чтобы еще здесь посмотреть такого вот здесь вот допустим вот такой вот плиткой себя представляла вот такую вот штуку да то есть это именно с завода это не врезалось так давайте посмотрим дальше вот тоже проблема допустим при монтаже розеток ну какая то что здесь останутся зазоры но это от этого уже никуда не деться вот потому что рамочка видите в черное белое вот и врезать такую рамку соответственно в плитку уже ну бессмысленно однако при работе с камнем который еще более рельефный мы уже обычно врезаем именно розетки туда так что еще бы здесь посмотреть вот еще розеточки посмотрим вот смотрите да как она смотрится смотрится вполне очень красиво так что вот так вот так что еще хочется сказать давайте вернемся к обсуждениям в отделку какие все-таки предложения пошли здесь разные там фрезером что-то вырезать там ну это это очень проблематичные методы которые вряд ли дадут у человека задача избавиться от воды это раз а второе чтобы было красиво сейчас вот не могу именно найти его комментарий где именно красиво он не раз употребляет так это он мне отвечал потому что я подумал что это что этот человек заказчик это мастер который пытается устранить эту проблему наоборот и ищет решение так 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 красиво будет то есть и вот это вот слово красиво уже звучало не раз именно красиво чтобы было да нужно изначально правильно подходить к ремонту и это уже замечание к заказчикам которые неправильно подошли к выбору подрядчика потом они ищут в итоге мастеров которые попытаются из этой проблематичной ситуации выйти но выйти из этого метода можно единственным вариантом нормальным когда будет и красиво и практично и никакого не будет затопливать вот он ответ который будет естественно самый рациональный Дмитрий я смотрю еще в районе смесителя не вплотную к стене ванны примыкает это вообще ну супер геморрой реально одно решение демонтаж первого ряда сейчас покажу вот этого ряда полностью демонтаж так плюс переустановка ванной с врезкой в стену понимаете то есть ее надо туда двигать и туда двигать затем укладка докупленной плитки докупать плитку в данном случае по любому придется плюс полочка из плитки со стороны где нет смесителя сейчас я покажу что это такое полочка со стороны где нет смесителя то есть сейчас на примере этого я вам объясню то есть ванна в их случае должна двинуться вот сюда И двинуться вот туда То есть на несколько сантиметров Чтобы потом иметь возможность установить уже плитку Вот этот ряд в их случае надо докупать С этой стороны у них получится промежуток Этот промежуток нужно будет выполнить из плитки Из какой плитки, здесь надо будет еще им подумать 10 раз Вот, может быть из такой же Но тут будет тоже вот эта вот рельефность наблюдаться Может быть, есть вероятность, что здесь им придется что-то другую Может быть, какую-то белую другую плитку докупать Чтобы из-за этой рельефности вода не стекала уже сюда Потому что могут наблюдаться проблемы Так, ну, говорю Вот единственное решение в той проблеме Это переустановка ванны Потому что, либо, чтобы красиво Пластиковый штапик с подрезкой концовиков под 45 На силикон обычный На следующий день белый силикон Мапа или вот через малярку вверх и вниз То есть здесь в итоге в промежуток Вот этот показанный, как я понимаю Мастер предлагает ставить штапик белый Но штапик белый с подрезкой концов под 45 Не даст, он же прямой Он повторит прямую линию ванны Он не повторит вот эту рельефность плитки Как бы компромиссный вариант Я вот здесь пишу Прозрачный лучше всего силикон Где как раз покатые углы и закругления Мы используем прозрачный силикон Чтобы была герметичность Но контуры не потерялись Говорю, вот единственное решение Профессионально Именно профессионально В данном случае Это полностью демонтаж ванны Врезка в стены Демонтаж первого ряда И установка по новой всего этого дела Так, что еще хочется осветить? Вот, естественно Полочку с этой стороны делать не получится И здесь надо еще врезать ванну Так вот этот краешек Вот эта выгнатость Она будет мешать Почему здесь лучше не делать полочку А ванну именно сюда встраивать? Для того, чтобы не снизить вероятность Вот именно в самой мокрой зоне Появления воды В данной плоскости Чем дальше вы, грубо говоря Будете отодвигать, отодвигать И строить здесь полочки Тем у вас Ну, здесь же всегда больше воды Здесь больше брызг Чем с обратной стороны Так, что хочется добавить Я думаю, что заказчики Наверное, либо пойдут по пути Демонтажа ванны Но это, соответственно Более трудозатратное мероприятие Но зато там будет красиво Всякие гипсовые плентуса Лепить, это бессмысленно Пластиковые бессмысленно Но вот метод компромисса Это все-таки прозрачный силикон Который сделает герметичность Но не размоет контуры И одновременно, естественно Надо будет двинуть ванну сюда вплотную Чтобы вот здесь вот избавиться От того самого халата Который залазил в промежуток Судя по всему, там промежуток сантиметра два Так, и с обратной стороны фотографий нету Там, естественно, если они двинут сюда То там у них с той стороны будет промежуток Ну и что делать? Что делать? А тут промежуток я уже не знаю Надо, наверное, что-то колхозить Все, до свидания При, точнее, еще по скрипту При выборе подрядчика Я вам советую, уважаемые заказчики Очень серьезно подходить к этому Ознакомливаться с работами Не только там на сайте Но и желательно съездить на объекты Чтобы к вам пришли именно те мастера Которые работали и показывали ванны А также желательно, конечно, мастеров Чтобы были видео, какие-то другие работы Много-много сайтов Вот что хочу сказать Это как сайты-обманщики Там компании многие используют Не свои фотографии И это раз Но больше всего используются Проект просто визуализации У меня в закладках много всяких сайтов Я их называю говносайты Потому что там идет визуалка А обычному заказчику То есть он смотрит, да, красиво Но если вы присмотритесь Там слишком все идеально И все издалека И вам будет непонятно Реальный это ремонт или нереальный На самом деле дизайнеры многие Рисуют очень хорошо Как раз и этими картинками Очень часто напичканы сайты Строительные На которые вы заходите И обрадовавшись Покупаете услугу ремонт квартиры Ну а потом вот имеете такие результаты До свидания Так, и еще хочется сделать дополнение Еще раз акцентирую внимание На минимальными затратами Как выйти из этой ситуации И на рациональном выходе И еще на одной тонкости Что это ванна с гидромассажем Я не сторонник таких ванн Потому что все-таки Я сам был там допустим В гостинице Либо у кого-нибудь в гостях Гидромассаж включаешь И оттуда иной раз Идет вот эти Отложения Наслоения Грязные Как сказать-то Которые Какими-то методами Нужно из системы Труп из этих надрактов Вымывать Вычищать Не знаю Есть средства Но по-моему Они не очень справляются Запах даже появляется После нескольких эксплуатаций Таких ванн Это раз Второй нюанс Ванна криво То есть И вот гидромассаж Если что-то сломается То конечно придется Чинить Какие варианты починки Ну либо подлезать отсюда Тут должен быть Пластиковый экран Чтобы подлезть К каким-то элементам Другой вариант Это демонтаж ванны И монтаж новой ванны Вообще В принципе Как я и говорил в своих видео Я не сторонник Как сказать-то Вот здесь вот акрил Сейчас еще отметку сделаю Потому что На фотографиях На тех Где я показывал На нашей ванне Там чугун Чугун Это на 100 лет поставил И нету никакой там Электрики Чтобы туда влазить Что-либо чинить Здесь есть вероятность Что в будущем Ванна сломается И конечно Самый минимальный Все-таки способ Это ванну двигаем Сюда Как я и говорил И герметиком Все это дело Заделываем Ну еще предварительно Герметик Надо на торец Сюда нанести Чтобы она ванна Приклеила Все обезжирить Именно Герметик По-моему Все-таки хороший Контакт Имеется акрилом Чтобы ее удержать Как говорится Здесь то же самое Не просто герметизация А на вложение Герметика Слоя И приклеивание Своеобразное Также вообще У акриловых ванн Есть такие Своеобразные крепежи Как защелки То есть ванна Как бы Приподнимается И ставится На защелки Вообще По идее Здесь вот должны Они стоять И здесь Должны стоять Эти защелки Позволяют ванну Вплотную Все-таки Как сказать Надеть И чтобы ванна Была вплотную К стене А уже Примыкание заделывать Так Это одно Что хотелось сказать Также вот люди Покупают ванну С гидромассажем Как я и говорил Смесители Недешевые Говорю А нанимают Почему-то Мастеров Которые Ну Плохо делают Ну как можно Вот Купив Недешевый товар Нанимать Дешевую Рабочую силу Как я подозреваю В данном случае Было Ну результат Наверное Будет известен Да Как можно Кривыми руками Что-то дорогое Хорошее Установить Так Давайте Пойдем дальше Так Я там Озвучил В конце Ну В первой части Про фирмы Всякие там Которые Обманывают Не обманывают И вот Давайте посмотрим Что подкупает Заказчиков Заказчиков Подкупает Цены Очень интересные У нас Честно скажу Таких цен нет Наши цены Гораздо выше Ну а заказчики Они не разбираются Они конечно Изначально Подходят к ремонту Именно только по цене Что есть Очень неправильно Пример Тому Следующий Берем То есть Разница Товар И услуга Разные вещи Товар Допустим Если вы Рассматриваете Допустим Телефон Какой-нибудь Не знаю Самсунг Какую-нибудь Конкретную модель В магазине Он может стоить На две тысячи дороже А в интернете Может стоить На две тысячи дешевле Но у них Один Как говорится Артикул И вы Купите Соответственно То же самое Даже если Чуть подешевле В три раза Вы его не купите В три раза Купите вы Только дешевле Подделку А услуга Вы понимаете Она не имеет Каких-то То есть Артикулов Вы не сможете Купить то же самое Услуга Может быть Оказано как плохо Так и хорошо Пример Я сейчас не стал искать Где именно 3D визуализация Применяется Я сейчас покажу Вот группу Одну ВКонтакте Вот она Римстрой 35 Которая В принципе Успешно Скоммуниздила Нашу квартиру С мытищ Это наши фотографии Это вот эта фотография С мытищ Это западная Кунцева Я позже Это докажу Тоже мытища Примыкание Плитка Вот это все Здесь Заказчица Екатерина Обратите внимание На эту кухню Сейчас я покажу Что там у нас И отзыв снимался И докажу Так Это у нас Фрагменты С Кунцева Это опять мытища Так Идем дальше Это опять уже Кунцева пошло Ну и давайте взглянем Как в принципе Люди Дурят других людей Давайте посмотрим Сюда Так Вот она Кунцева Квартира Где у нас Снят видеоотзыв С заказчиком Ну а в последнем По-быстрому Наложена нарезка Потому что Тогда у меня Времени не хватало Для полноценных Видеороликов Видеообзоров Вот Вот они как раз Эти полы Которые там Фигурируют На тех фотографиях И вот как раз Вот эти все Панорамные Окна Так Этот закрываем Переходим К ЖК Самоцветы Это мытища Здесь как раз Екатерина Оставляла нам Отзыв Давайте посмотрим На кухню Вы узнаете Кухню Которая у Ремстроя Используется Так Вот На 100 Давайте пощелк И вот она Эта кухня Я думаю Всем уже понятно Вот эти Самые двери Это наш объект Вот так вот Обманывают В принципе Людей Как сказать Я сторонник Допустим Не то что сторонник Я выбрал методику Что наши мастералы Так вот здесь Они участвуют На видео Вместе с заказчиками С реальными Реальные люди Эти же реальные люди И приходят Впоследствии На следующий объект И вот как раз Что я советую Все таки Заказчикам Искать именно Реальных людей Понимаете Зачастую Очень много фирм Это 90% Наверное Делают принцип другой Сначала приходит Балабольный Какой нибудь Там менеджер Который заточен Именно на работу По продажам И устанавливает С вами Очень такой контакт Их задача Именно установить Контакт А в дальнейшем Уже Крутить Вертеть И как говорится Обдуреть У нас принцип другой Кстати После таких Балабольных Менеджеров Приходят Обычно Балабольные Китайцы Ну а заказчик Потом удивляется Что у него Ремонт делают Такой был хороший Про менеджер А пришли Как бы Совсем другие люди И результаты У них Соответственно Получаются Так Так У нас Сергей Допустим Работает Уже С 2011 Года И он Участвует Уже Во многих Видеороликах И у него Много Работ Также А у Других Мастеров Которые Были Допустим На этом Объекте Да Вот здесь Вот тоже Я использую Именно Живых Людей Именно Живых Людей То есть Живые Заказчики Живые Мастера Здесь Сейчас Я вам покажу Вот допустим Я жму Сереже руку Я Прямо скажу Я стараюсь Чтобы ребята Гордились Своей работой Чтобы Именно Они были Лицом Нашей команды Нашей компании У них Чтобы гордость Была За свою Работу И у меня Постоянно Фигурируют Мастера Заказчики На Видеороликах Вот Именно Это Я называю Быть открытым Честным И Правдивым Перед людьми Вот Однако Многие Заказчики Потенциальные При поиске Подрядчика Об этом Даже Не задумываются А потом Они В итоге Разговаривают С мастерами На объекте На непонятном Языке Вот Мастера Обычно Не могут Связать Даже Два слова По-русски Это В одном Случай В другом Случай Результаты Допустим Аксеты Ивановны Это еще Не очень Серьезные Результаты Бывают Результаты Очень Плохие Так что Мотайте На ус И не попадайте На таких Товарищей Ремстрой 35 Потому что Вас изначально Начали Обманывать Ну а что Будет дальше Интересно Много Красивых Картинок Вот они Визуалки Вот визуалки Типа ремонт А это Визуалка О чем Я и говорил Тогда Визуалка Это нереальный ремонт Это нарисованная картинка И можно здесь Такого Все посмотреть Что здесь Интересного Сейчас посмотрим Это они У кого-нибудь Тоже скоммуниздили Небось Здесь тоже Визуалка По всей видимости Хотя нет Стоп Вот смотрите Вообще Визуалка Допустим Отличается От Невизуалки Зачастую Идеалом Каким-то Идеально Идеально И вот деталями Мы здесь Видим Кривой подвод Вот этот кранчик Страхолюди Вот здесь Допустим Вроде Хром А здесь Пластик Пошел Страхолюди Это не визуалка Это настоящая Картинка Настоящий Санузел Только я подозреваю Что тоже У кого-то Скоммуниздено Так Вот это По большей части Идет Уже визуалка Больше всего На это Похоже Слишком Все Получается Идеально Да Здесь такие вещи Советую вам Заказчики Уважаемые Все-таки На увеличение Смотреть Чтобы понимать Такие вещи Так О кстати Между прочим Тоже наша Плитка Вот Это наша Плитка Ой Это у нас Был объект Ромашкова Это делал У нас Парень Максим С ребятами И сережка У нас еще Киролина Серега Киролина Где бы Показать А ну он же Был вот С костяной Рукой Как раз В этом видео Это делал Сережа Только это Другой уже Объект Сережи Так Идем дальше Дальше Ну что Посмотрим Да Сто процентов Изуалка Хотя даже Вот здесь Уже Дизайнеры Прорисовывают Детали Так Давайте Пойдем дальше Вот такие Вот видите Серьезный Строитель Стоит На фоне Это не Визуалка Естественно Это уже Даже издалека Видно Что это Реальный Объект Так Ну вот Допустим Тоже Рисованный Домик Здесь Как бы Видно Что здесь Упрощенка Но тем Не менее Смысл В чем В том Что нарисовать Много Чего Чего Можно И лишь Только По деталям По каким То Можно Отличить И соответственно По объему Фотографии То есть Если на сайтах На многих Сайтах У меня был Вот Давайте Посмотрим Вот Другой сайт Где Цены Давайте Посмотрим Одностраничники Как Ну Они Все Как Один То есть У них Люди Вроде Не знаю Настоящие Люди Настоящие Примеры Выполненных Работ Здесь Это Фотографии Уже Идут Знаете Какая штука То что Люди Позиционируют Как Целая Компания Хочешь Скидку От 5000 Рублей На все Материалы Ну Понятно Скидками Демпингом У нас Основные Методы Борьбы Как Говорит С конкуренцией Выбирают 90% Подрядчиков Что Я Я Я Я Я Я Я Я Я Честный Открытый Подход Смотрим Вот Вроде Компания А фотографии Раз Два Обчелся Понимаете Раз Два Обчелся Вот Как Вы Еще На Одностраничниках Я Общаю Одностраничники На самом деле Ленивых Людей Сделаны И Вот Здесь Допустим Реальные Фотографии А У Многих Других Применяются Те Все 3D Визуализации Ладно Я Уже О стройке Могу Много Говорить И Рассказывать Но Я думаю Вам Применена Вот Та Самая Рельефная Плитка Вот Мы Фотографии Видели Давайте Посмотрим Теперь Еще На Теперь Я Засижу Кстати Между прочим Объект Сделан Да В 14 Году Сейчас У нас 17 Год Так Идем Дальше Идем Дальше Ну Просто Показать Что За кадром Живой Человек Работа Наша Никакого Блобольства Нет Вот Так Еще Что Хочется Отметь Вот Здесь Камера Здесь Уже Вот Более Естественный Цвет Плитка Реально Белая Так Что Такие Дела Ладно До свидания Желаю Вам Успехов В выборе Подрядчика И Ваших Ремонтах Счастливо